Потихонечку, помаленечку, World of Tanks на консолях превращается в World of Barabans. После барабанового шпрота, Каернарворн Экшн Икс, Т-32, в игре появился и советский преминый тяж 8 уровня с барабанной системой заряжания. И ты, танкист, если ждал этот обзор, то не откладывая, прям сейчас жми этому видосу лайк. Здарова, танкисты! С вами Слим, и сегодня вас ждет гайд по объекту 703 в камуфляже Бастион. С 5 по 19 мая каждый из вас может заполучить его в свой ангар, выполнив цепочку боевых задач ради победы, где вам необходимо набить для получения танков всего лишь 170 тысяч боевого опыта. Сделать это за 2 недели не составит большого труда даже для начинающего танкиста. Если вы активный игрок, то согласитесь, что набрать 170 тысяч боевого опыта это реально не сложно. Поэтому ставить вопрос, а стоит ли брать в свой ангар данный премтанк, наверное не актуально. Даже если бы он был прем артой, на которой вы вообще не играете, вы бы все равно получили ее в свой ангар, при условии, что вы активный игрок и не заходите в консольные танки раз в год. А вот другое дело, стоит ли брать данный премтанк за донат при цене в 12 550 голды. Надеюсь, ответ на интересующий вас вопрос вы найдете в этом видосе. За день до события, увидев анонс марафона на объект 703 Бастион, танкистам с нетерпением только и оставалось догадываться, что же это за новый премтанк. Я например предполагал, что это будет некое подобие ИСА-5, который на самом-то деле является объектом 730, а не объектом 703. Кто-то из моих зрителей предположил, что это возможно та самая двухстволочка, которая есть на ПК. Ведь она тоже называется объектом 703, но только вариант 2. Но как оказалось на самом деле, и как по мне это не лучший вариант, данный премтанк оказался непосредственно очень близким сородичем, знакомый консольным танкистам, как ИС-3МЗ или же ИС-3МЗ Страж Отчизны. По факту, объект 703 Бастион это тот же танк в другом камуфляже из барабана системы заряжания на 3 снаряда. Стал ли танк от этого сильнее? Как по мне, да. Но не настолько он силен, чтобы не страдать с десятками. Он точно не является топ-фармером, и фаново играть на нем смогут, наверное, только те, кто очень метко и топово стреляет на очень косых орудиях. Остальным же, скорее всего, придется довольствоваться домашкой из ближнего боя. Или же терзая низкий левел и весьма эффективно расстреливая со своего барабана не особо бронированных врагов. Самая главная проблема ИС-3МЗ, а соответственно и объекта 703, это очень косое орудие. Играя на которое и получать удовольствие, наверное, в этой игре не сможет никто. Время сведения 3-2 секунды. Разброс 0.46. Стрельба издалека имеет смысл разве что только по картону или по тем танкам, которые вы обязательно пробьете, просто попав в них. Из-за нашего долгого сведения в 3-2 секунды мы всегда даем врагу возможность дать нам шот в ответ. Особенно обидно, когда против вас играет очень точный враг, который за 3-2 секунды успеет вас стрельнуть и зайти в сейв. В таких ситуациях у вас небольшой выбор, попробовать наказать врага с вертухи или ждать для выстрела следующий момент. Кстати, на этом советском танке вертухи порой неплохо залетают. В бою на Винсторме вы это не раз увидите. К сожалению, вертухи в этой игре нестабильны, поэтому злоупотреблять ими, особенно на барабанной технике, лучше не стоит. Наше орудие имеет привычный для ИСов разовый урон в 390 единиц, в барабане 3 снаряда, а это значит, дав врагу с пробоем 3 из 3 мы можем нанести 1170 единиц. Стоковая перезарядка барабана 32 секунды. Перезарядка, которую вы можете немного уменьшить с помощью оборудования улучшенная вентиляция, перка боевое братство и расходника доп. паек. Как вы поняли, на этом танке, как и на других барабанах, орудийный досылатель недоступен. Скажу, что в целом для этого танка перезарядка вполне комфортна. Это не зашкварный 40 секунд, как у того же Номада, хотя у него барабан более емкий. На фоне Т-32 Протто у нас перезарядка немножечко дольше, но при этом Альфа больше. Другими словами, на фоне других прем ТТ 8 уровня, наш барабан вполне конкурентно способный. Кстати, из оборудования, помимо улучшенной вентиляции, я на данный танк установил одновременно усиленные приводы наводки и стабилизатор вертикальной наводки. Ведь орудие в плане точности действительно ужасно, я на таких не люблю играть. С таким набором оборудки не скажу, что мне стало гораздо проще. Но все же, орудийный досылатель нам недоступен оставить просветленную оптику на тяж с обзором в 350 метров. Хоть с ней, хоть без нее, на своем уровне он все равно будет слепой. А с таким набором оборудования мы по максимуму улучшаем нашу унылую точность, повышая свои шансы реализовывать наш барабан, что непосредственно скажется на фарме заработанных кредитов. Базовым снарядом является подкалибер, который имеет неплохое бронепробитие в 221 мм. Этого пробоя достаточно, чтобы на базовом снаряде бодаться против одноуровневых тяжей, высокоуровневых СТ и другой не сверх бронированной техники. Против высокоуровневых бронированных тяжей, будь то девятки или десятки, если вы их не подловили в бортину или корму, имея барабан, заряженных базовым снарядом, вы, скорее всего, обречены. С вашим временем сведения и точностью стрелять этим тяжем по уязвимым зонам себе дороже. Больше потеряете в ХП. Голдовый кумулятив имеет бронепробитие 270 мм. К сожалению, с нашей точностью это не всегда спасающая голда. Очень важно не забывать, что вы барабанный танк и у вас не быстрая перезарядка. Мгновенно сменить снаряд вы не сможете. Постоянно оценивайте ситуацию и чекайте окружающих вас врагов. И благодаря полученной информации старайтесь заранее определяться, какими снарядами заряжать свой следующий барабан и в какого именно врага вы будете их выстреливать. Кстати, боекомплект у танка всего лишь 27 снарядов. На один бой этого более чем достаточно, но все же этот боекомплект не позволяет возить с собой вдоволь всех видов снарядов и чем-то придется пожертвовать. Еще одним недостатком данного орудия являются привычные для советской техники не особо комфортные углы вертикальной наводки. Очень слабый угол склонения орудия всего лишь минус 5 градусов, из-за чего вам придется избегать игры на рельефах, следить за тем, что у вас находится под гуслями, не особо близко сближаться с врагом, потому что ствол не гнется вниз и вам сложно будет стрельнуть, например, в то же НЛД. При выборе направления в бою выбирать местность, где ровная поверхность для данной техники весьма актуальна. Максимальная скорость танка 40 км в час, что для тяжа в целом неплохо. Но на самом-то деле с ней он как правило не ездит. В любом случае походных 30 плюс для него более чем достаточно. Вы своевременно занимаете позиции, без проблем сможете менять направление, так что с такой динамикой в этом плане вы весьма универсальны. Что касаемо нашего бронирования, то тут не все так печально, как с нашей точностью, но тоже цифры далеко не идеальны. Во лбу башни нашего объекта можно даже найти толщину в 249 мм, но как правило через уязвимые места нашей крыши враги постоянно передают нам привет. Радует, что все-таки у башни литая форма, можно помансовать, поерзать и поймать достаточно часто рикошет. Во лбу корпуса на этом танке находится достаточно хитрый щучий нос, но к сожалению танковать выстрелы от техники высоких уровней он как правило не может. Но разве что иногда вам повезет. В боях в топе в противостоянии с другими ТТ-8 танкует чаще, но все же лучше не полагаться на броню. В идеале полностью прятать корпус за укрытием. Если это не получается, то хотя бы прятать НЛД. Из-за нашего щучьего носа не доворачивайте очень сильно корпус, не подставляйте щеки. Их очень легко пробивать под прямым углом. Также на этом танке не исключены непробития в борта, если противник вам попадет в фальшборд или же гуслю. Все зависит под каким это будет происходить углом и конечно же упирается в пробивную способность снаряда врага. В плане игры и тактики на бой на объекте 703 бастион всегда стоит отталкиваться от ситуации. В большинстве случаев выбор тактики зависит от того, в каком месте списка вы находитесь в бою. В топе списка играем весьма агрессивно, как правило на первой линии, сочетая свои усилия с союзными тяжами. Даже в чистом топе не играйте на этом танке один из-за долгой перезарядки барабана. В бою с девятками играем танк поддержки, подлавливаем одиночных или отвлеченных врагов, реализовывая преимущество своего барабана. В бою с десятками с мыслями о том, что сейчас придется страдать, играем весьма осторожно. Не привлекая особо к себе внимания и помните, что лучше полностью не реализовать барабан, чем выгребсти от какой-нибудь десятки. Стараемся меньше играть, где идет стрельба с дальних дистанций. Нам комфортнее играть в ближнем бою, и при этом не забывайте про УВНы и избегайте игры на неровных рельефах. То, что объект 703 в камуфляже Бастион на фоне ИС-3МЗ или же ИС-3А Страж Отчизны стал лучше, это факт. Он стал сильнее в бою, да и в плане фарма серебра выигрывает тоже. Ведь врагам все-таки приходится считаться с барабаном, который за считанные секунды могут откусить у вас более 1100 дамаги. Вопрос другой, сможет ли владелец данного танка сообладать с таким косым стволом. Ведь с такой точностью и приколами ВБРа реализовать 3 из 3 весьма проблематично, даже находясь в пару метрах от стоячего на месте Е-75 и расстреливая его в борта. Также не стоит забывать, что такие барабаны не всегда эффективны внизу списка в быстрых турбобоях. Против десяток на таком танке особо не попрешь, играешь менее агрессивно, а потом когда вы уже быстро начали побеждать, из-за долгой перезарядки барабана не факт, что успеешь набить желанный дамаг. В любом случае, за 170 тысяч боевого опыта этот танк можно закрытыми глазами забирать. Когда в игре включают баланс плюс-минус один уровень боев, на нем более-менее комфортно можно будет поиграть. Имея вместительный в плане выстрельного урона барабан для своего уровня, танк однозначно будет актуален для одноуровневых боев, например таких как ранги, тем более они проходят 7 на 7. С учетом какой-никакой брони, в таких боях он будет чувствовать себя действительно нормально. А вот брать ли его за донат, решайте тут уж сами. Надеюсь сделать правильный выбор, тут вам поможет мой обзор. А вы заметили, что танк идет в эксклюзивном камуфляже. С этим кома, правда, этот танк еще больше похож на Стража, кома которого, как по мне, получился реально топ. Так что такой кастомизации новых танков в игре я ей только рад. Танкисты, жду от вас комментов, как вам новый прем. И обязательно напишите, какое количество боев вам хватило, чтобы наиграться на нем. Народ, спасибо вам за просмотр и прожатый лайк. Ценю вашу поддержку и надеюсь в этот раз она будет опять рекордной. Если вы впервые на канале, не забывайте подписываться и прожимать колокольчик. Благодаря чему вы сможете не пропускать и смотреть в числе первых новый контент и мои стримы. Танкисты, всем удачи в боях, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok